Снимать можно? Нет, нет, мы оператор, мы туда тачку поставим снимать. Это ваша, да, машина? Да, это моя машина 1997 года. У меня тоже, в общем-то, 10 модель и для меня, знаешь, так дико, когда машина реально лежит. То есть, как ты этого достиг? Ну, мне нравилось, ну, получается, я начал увлекаться в конце 2013 года. Машину только купил в том году, ну и сразу пневму поставил, как и мечтал. А пневму ставил тут, в Башкирии или где-то со стороны заказывал? Я, получается, бушеную пневму купил, в Уфе мне поставили эту пневму. А не секрет, во сколько обошлось? Ну, с учетом этого года, то, что я доработки все сделал, новые стойки поставил, потому что были все, бушеный комплект, где-то рублей 70-80 тысяч. Ну, как думаешь, окупилось? Стоит того, внимание вот этого всего? Ну да, море, народ. Больше внимания привлечешь, нежели там на, вот, которые, к примеру, там стоят на парковке, да? Конечно. Я с тобой вот в этом соглашусь. Вес каждого диска 24 килограмма. В общем, это 96 килограмм. Это, получается, соревнование по пневму, да? Ну, среди десятого семейства у меня там одна машина была, потому что другие машины не приедут. Создатели Бубана Ингушетии, мы сын Котеев. То есть, они мне дали благодарность, потому что из Башкирии прилетел. В Башкирии, да. Вот так вот, в общем-то, нам дали интервью. Это администратор паблика БПАН-102. То есть, это круто. Нас заметили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша группа Ксенон 102. Мы занимаемся доработкой заводских автомобильных пар. Ну, и мне, как бывалому водителю, интересно вот задать вопрос. Как мне улучшить именно свою оптику? То есть, у меня машина десятого семейства. Как ее можно доработать? Ну, тебе можно как доработать? Многие люди ставят просто Ксенон. Ксенон ставят, едет, свет становится ярче, ты все видишь. Да, и белые такое насущение. Но ты, как бы, всех слепишь. Это, как бы, большой минус. Вот самая правильная доработка штатной оптики, это будет поставить бексеноновые линзы. Вот. Которые были вставлены вот на этом, допустим, стенде. Линзы Marimoto устанавливаешь, у тебя появляется качественный свет в плане чего. Ты не слепишь встречку, у тебя ровная полка. Свето-теневая граница идеальная. То есть, сам все видишь, других не следишь. Смотри, можно в Алиэкспрессе, опять же, в том же, взять китайские линзы, китайские фары. Это все намного дешевле будет. То есть, почему разница такая в цене? Ну, они совершенно не светят. То есть, люди покупают, ставят туда Ксенон. Это не помогает им света никакого. И, во-вторых, то же самое, слепить начинаешь людей. Проще гораздо купить линзы, доработать свою фару родную. У тебя будет, во-первых, очень стильный внешний вид. И, как бы, ты никого не будешь слепить. И такой вот вопрос. Как с вами можно связаться? Как, к примеру, узнать стоимость цены той или иной оптики? Ну, чтобы с нами связаться, у нас есть своя группа ВКонтакте. Ксенон 102. То есть, вы можете добавить в нее, посмотреть весь представленный товар. Там будет все техническое описание, цена. Если какие-то дополнительные вопросы возникнут, их можно задавать администратору этой группы. Он оперативно на все отвечает. И ссылочка на их ресурс будет в описании. Вступайте, если вы хотите крутую оптику. На качество линзами, что ты мне посоветуешь сделать? Ставить... Аааа!!! Случаем не свет от предыдущего приземления? Нет. Попой. Нет? Слава Богу! Никита Олегович. Вы готовы? Давай, ты занимаешься дрифтом, да? Что можешь рассказать вот про эту машину? Двигатель не сток. Да, двигатель не сток. Ну, начнем сначала. Изначально автомобиль покупался в полностью стоковом состоянии и покупался для дрифта. То есть, сеть увлечений меня интересовала больше всего. Извини, перебью. С какого года занимаешься дрифтом? С 2014. 2014? Да. Уже целый сезон, даже год я проездил на стоковом автомобиле. То есть, первые изменения, это были изменения в подвеске, чтобы он более стал дрифтом пригоден. И на второй сезон я уже заморочился по поводу замены мощного двигателя и механической коробки передач. Была автомат, да, раньше? Да, раньше была автомат, атмосферная машина. А вот смотри, раньше ты ждал зимнего именно сезона, да, когда двигатель был стоковый? Или все-таки получалось? Нет, да. У меня получалось за счет тренировок. Я научился как бы на 160 силах и на коробке автомат ехать боком, так скажем. Это многого стоит, да, наверное? Ну, как сказать, участвовал в соревнованиях даже и проходил квалификацию. По Башкирии участвовал или был и... Пока участвовал только по Башкирии. Окей. А как вообще можешь описать вот именно состояние башкирского дрифта? То есть, как это развито у нас в Башкирии или очень мало людей? Дрифт в Башкирии, так скажем, только-только начинается. Вот буквально этот первый сезон, когда начали проводить чемпионат Башкирии. То есть, прошло уже два этапа, планируется еще два, всего четыре. Проводится данное мероприятие в Уфе? Или... Не только в Уфе. Первый этап проходил в Уфе, второй был в Стрельтамаке. Третий планируют провести у нас в Салавате. А число можно узнать? 9 июля. Местоположение будет точно известно, вот буквально через несколько дней. Понял, да, куда мы поедем потом? Получается, как я понял, дрифт-корч. Ну, подготовлено. Удобно ли по городу ездить? Да, это еще не совсем дрифт-корч, он в процессе как бы... Ну, совершенству нет предела, как говорится, да? Пока по городу, ну, уже становится ездить неудобно, еще терпимо. Гаишники не говорят по поводу, там, не столько автомобиль? Ну, как-то больно не трогают, относятся с пониманием. Ну, я думаю, ты по городу не наваливаешь, да? Нет, нет, да, мы у нас с ними как бы все договорено, мы не ж хулиганим в городе, они нас не трогают. Все, понял. По внешнему виду, что можешь сказать? Я как смотрю, у тебя обвесы уже на прищепках, то есть это чтобы... Да, это быстросъемные клипсы, то есть, чтобы можно было быстро снять обвес, там, поправить интеркулер, еще что-то, да. Внешний вид, ну, особое внимание, так скажем, сильное внимание внешнему виду не уделяется, потому что дрифт это контактный вид. Да, да, да. Очень часто отлетают бампера, обвесы, мнутся двери, лопается кузов. А вот, по секрету, много раз кодсал? Два раза уже бил жопу. Жопу, да, именно, то есть настолько? Да, да, в дрифте. Понял. Один раз морда. Ну, морда не сильно, жопу сильно. А вот дрифт именно у нас в Башкирии происходит парный или... Парный. Парный, да? Полноценный дрифт, то есть, квалификация и парные заезды. Приглашаем судей из Екатеринбурга, приглашали опытного судью, то есть, уже не просто все, а более-менее организовано. Очки ставят именно за то, как ты близко к сопернику, да, проходишь? Да, да, оценивается угол атаки, как бы зрелищность, оценивается постановка. Ну, и в задание. Судья придумывает задание, и мы, то есть, должны ехать по заданию. Машины абсолютно разные, то есть, многие, знаешь, как делают. Берут шестерочку какую-нибудь такую и на зимний сезон ее готовят. То есть, двигатель там не мощный и, в общем-то, учатся дрифтовать. А вот в профессиональном, к примеру, дрифте, разные машины встречаются или, скорее всего, это иномарки? Ну, в 90% случаев это иномарки. У нас в Башкирии, к примеру, эти два этапа, которые прошли, ни одного Жигуля не было участия. То есть, все иномарки и, в основном, все GDM. То есть, таз в наше время корчить это невыгодно, да? Ну, я даже не знаю, я вообще не связываюсь с тазами. Окей, окей. Я сам просто тазовод, поэтому так спрашиваю. В машину, и, как я понял, вложено много денег и времени. Скажи, оно того стоит? Ну, конечно, стоит, да. Самое, ну, начнем с процесса сборки. Процесс сборки – это уже, как бы, интересный процесс. То есть, ты сам видишь, что ты ставишь, куда. Весь свой автомобиль, знаешь, где-то что-то у тебя сломалось. То есть, ты уже, как бы, не сам спокойно можешь залезть хоть куда, я хоть что сделал. Понял. Даже процесс сборки уже, как бы, стоит того. Еще плюс там автомобиль ездит и валит боком на все деньги после этого. Это вообще красота. Много резин сжигаешь? Ну, на тренировке пару резин сжигаю. Это, в общем-то, как я понял, дрифт – это один из самых дорогих автоспортов, да, у нас? Ну, один из, да, один из самых дорогих, правильно. Потому что там всякий расходный материал. То есть, допустим, если в других может быть расходный материал – это бензин, то тут эта резина. И резина, понимаешь, непростая. Ты обычную кому не поставишь. Надо же, именно, чтобы было сцепление. Да, элементы кузова еще расходный материал в дрифте. А вот я видел, знаешь, некоторые дрифт-машины вообще ездят без бамперов, то есть вот с таким выпирающим интеркулером. Ты к этому как относишься? Как бы, это их, это, так знаете, турер-вистайл называется, когда вот. Обычно это на АВ-шках, на марках, так, интеркулер торчит, бампера нет. Но нормально к этому отношусь, в принципе, ничего плохого в этом не вижу. Но ты, как я понял, за такой, за стоковый вид, да? Пока, да, пока я такой за стоковый вид. Ну, ладно, слушаю, удачи тебе в твоих продолжениях. В начинаниях уже глупо это сказать, ты уже этим долго занимаешься. В общем, спасибо. Давай, все, спасибо, Лидия. Субтитры сделал DimaTorzok